то неправильно посчитали колесо фундамента вот у нас осталось не забито потом не хватило строго материала снова пришлось доставку заказывать потом юсби опять неправильно посчитали снова мне пришлось сюда заказывать потом крышу начали крыть не хватило буквально конька начали все-таки строить каркас нет заливка этой опоры не имеет этого ребра да ну понимаете что это совсем не так не понимаете стоит всегда так строить и дома стоят до сих пор вот она у вас вот видите вот это несущая под ней нет ничего вы понимаете что у вас стены уже разъезжают вам нужна гарантия вот как вот вот думать нужно гарантия наша компания по результату выполнена работа нами нужно как я могу дать гарантию если будем строить неправильно то что вы предлагаете это неправильно вот и потом когда мы пришли весной строить поняли что нам не разъединить пришлось распилить бензопилой ширился пропил прошел мы смотрим ничего не произошло ходим ходим потом выстрел вот у нас этого лопнуло у вас в ширина дома вот в этом месте на 20 сантиметров шире чем в основании кривой каркасный дом такое название этого видеоролика да действительно это так какие причины какие последствия что мы предложили этому заказчику и о чем мы договорились или не договорились смотрите в этом сюжете он будет полезен абсолютно всем кто хочет построить каркасный дом не забудьте подписаться на канал и будете всегда в курсе всех дел которые происходят в нашей компании поехали вот ладно ничего страшно так фундамент вас ленточка ленточка 70 30 какой размер дома то здесь ширина 9 метров у вас всего два про духа в каждом в каждой стенке да у вас всего два про духа на 9 метрах это очень мало нужно четыре про духа кто-нибудь напишет в комментариях и подумали вернее сначала подумает потом напишет что соответствие с нормами был достаточно при длине в 9 метров и 3 про духа друзья нормы нормами практика показывает обратно по крайней мере это касается точно ленинградской области здесь настолько обводненные грунты понятно что это не все сто процентов участков но 90 скажем так так исторически сложилось что город и область полностью построена на болотах у нас огромный опыт в реконструкции фундаментов и замены там железобетонных фундаментов на винтовые сваи либо усиление железобетонных фундаментов мы выполняем огромный спектр работ в этом направлении поверьте мне причина в 80 случаях когда полы гнилы это именно отсутствие про духа в ленточном фундаменте не отсутствие а их недостаточное количество поэтому я считаю вот только из опыта понятно норма нормами но из опыта четыре про духа нужно на 9 метрах то есть когда вы закроете полы у вас же получается по деревянным лагом на перекрытие ну там он будет преть гнить у избе обвивали без зазоров вот видите раз мне кажется это сейчас зазоры были слишком маленькие вот как вот эти гвоздики вот вот таким убивали ли спутную сейчас посмотрим сначала снаружи пройдем а для чего избе вообще да не а вот вы для чего избе попросили ли вам сказали чтобы его отбивали обили 9 миллиметров толщина его фактикально напарник кого ваш а вы вы заказчик напарник ну то есть строитель который строил вот это он предложил оббить usb а сказал для чего это защита от внешней среды получать а ну видимо так как я стал чтобы у садиком покрывать много раз рассказывал о том в каких случаях и для чего применяется осп фанера либо какие-либо другие жесткие плиты для обшивки каркасного дома первое исторически сложилось так что в северной америке каркасные дома обшивают usb прям по каркаса никто против этого ничего не имеет при условии что соединенных штатах америки в канаде и других странах где применяется такая технология даже речи не идет о том чтобы не ставить принудительную вентиляцию во всех помещениях чтобы выводить влажность из этих помещений как вы думаете вот этот парень со своим бюджетом и со своим строительством предполагает ли установку дорогостоящей установки вентиляционной установки вентиляционной установки тавтология получилось но смысл вы поняли я думаю что вряд ли он мыслит таким образом что проветривать дом нужно открывая форточку либо окно даже в зимнее время для чего американцы там канадцы используют usb для укрепления жесткой придания жесткости каркаса так как у них достаточно сильные ветра и с этим тоже я не спорю до usb очень хорошо придает жесткость каркаса при условиях я уже отдельный видеоролик на эту тему снимал показывал на канале usb применяется толщиной в 12 миллиметров девятка не держит то есть гвозди из нее но рвут этого сп толщина должна 12 миллиметров расположение листов usb должно быть горизонтально для того чтобы перевязать максимальное количество стоек вертикальная уменьшает надежность и целесообразность использования usb несколько раз поэтому если вам лень по какой-то причине неохота заморачиваться с укосинами которые мы проектируем и используем своих каркасных домах вы можете обшить usb но в обязательном порядке нужно поставить вентиляцию почему потому что usb очень слабо пропускает пар некоторые цепляются за слова когда я говорю что она обладает практически нулевой парок пропускной способности очень слабо специально для вас перефразируем пропускает пар и тот пар которая конденсируется в стене он намочит дальнейшем ваш утеплитель он отяжелеет и так далее так далее в общем негативные последствия примеры мы уже несколько раз на канале показывали второй момент это применение usb в качестве сплошной обрешетки к примеру под виниловый сайдинг дело в том что виниловый сайдинг применяется при условии что сплошная обрешетка под него должна быть шагом не более 400 миллиметров друг от друга а каркасные дома все пока знаете что строится в основном шагом около 600 миллиметров ну там 58 59 сантиметров зависимости от плотности применяемого утеплителя соответственно чтобы не заморачиваться с этим чистоколом из обрешетки зачастую используются сплошная обрешетка из usb но она должна идти после вентилируемого зазора то есть каркас обшиты снаружи влаговетрозащитный супер диффузионной мембраной далее бруски вертикальная расположенная вентилируемого зазора а после этого уже usb и на нее уже сайдинг вот таким образом друзья usb можно применять без проблем и без какой-либо опаски на фасаде своего каркасного дома через вентилируемый зазор если напрямую еще раз повторюсь только с принудительной вентиляции здесь на меня вопрос был то что мы вот так вот поставили листы имеет значение или вот так я поэтому спрашиваю для чего вам usb если если для крепкости каркаса то он должен 12 миллиметров она должна располагаться горизонтально для душа перекрыть максимальное количество стоит вверху горизонтально да вижу то что зазоры у вас были слишком маленькие их не хватило ведь поэтому если вы сейчас сайдинг сюда налипать и получится все волнами летом ну какая ранее тогда следующий зимой все пойдет волнами друзья мои хочу что вас попросить с 23 ноября по 17 декабря будет проходить всероссийский конкурс каких-то там блогеров меня выбрали вернее предложили поучаствовать в номинации строитель или строительство что-то в этом духе в общем какой-то конкурс какие-то будут призы если я выберу мне конечно будет очень приятно ну а вас соответственно прошу поддержать это несложно надо просто перейти по ссылке в описании и там как-то про меня проголосовать я сам еще этого не видел но очень прошу вас меня поддержать пожалуйста почему вы нас позвали что вам не понравилось ли что какие-то догадки или опасения сомнения почему позвал потому что из всего шума на ютубе ваш канал доверия нет в таком случае вы бы заказали у нас строить они знали а на youtube вы начали что-то искать по какой причине вам в доме то что-то не понравилось наверное что да мы начали с лёгкой строить и постепенно стали вырезать косяки то неправильно посчитали колесо фундамента вот у нас осталось не забитое потом не хватило стройматериалов снова пришлось доставку заказывать потом юсби опять неправильно посчитали снова мне пришлось всегда заказывать потом крышу начали крыть не хватило буквально конька из этого ну осталось там пространство мне пришлось снова ехать санкт-петербург него ставь и заказывайте и снова делать ночью это соответственно проекта это предполагаю вас не было нет а вообще что строите что что это будет так и лёха просто где вы взяли нашел через друга то есть вы не знали вода лично но это не какой-то знакомый там риск приехал здесь поговорили так я искал строители здесь у вас получается девять на девять просто периметр вот эта лента и все не хватило фундамента еще промежуток а не хватило смысле бетона не хватило когда вы его заказали так и вы решили что но не залив вот это ребро начал все-таки строить каркас так ну это конечно какое расстояние между стойками знаете не найти может пятьдесят восемь пятьдесят девять ну на везде так где так нормально мне просто непонятно если нет ребра вы же какую-то функцию на него возлагали почему начали строить не дать не до залив его ну что он вам сказал что зальем потом или ну нафиг не не надо или как предложил что потом грубо говоря лопатой намешаем и сделаем опоры в виде столбика под перекрытие комнаты кухни то есть что такой уж важности не до заливка этой опоры не имеет этого ребра да ну понимаете что это совсем не так не понимаете стоит так а вам не понравилось в строительство этого дома только то чтобы материал постоянно не хватало и вам приходилось вода заказывать или еще есть какие-то другие мысли до что не можете не на камеру владелец попросил выключить камеру он не хотел и соответственно я не буду называть истинных причин почему человек расстался с со своим подрядчиком но сразу скажу цена его устраивала и ну то есть не из-за цены и и как он уже в начале ролик сказал что один из факторов было то что он считал таким образом материал что у него постоянно приходилось этот материал докупать и тратить дополнительные деньги на доставку этого материала из санкт-петербурга объект находится достаточно далеко более ста километров от города но есть еще одна причина и и назвать не буду потому что заказчик не хотел знаете вот так вот ленточный фундамент как вы делаете здесь деревянное перекрытие это ну уровень там 30 лет назад так строили ну то есть я предлагаю вам сергей пишет камера я предлагаю вам наоборот не для того чтобы сделать отверстие для продухов сейчас потребуется огромное колоссальное усилие потому что железобетон просверлить это ну такой толщины а здесь миллиметров 400 вот ну это будет очень дорого а без них у вас здесь полы точно будут прийти гнить вы понимаете не будет вентиляции тут друзья я заморочился и узнал сколько же будет стоить отверстие пробурить в железобетоне толщиной в 35 сантиметров ну та самая лента которого этого заказчика не нашими силами я нашел подрядчик который это может выполнить причем не за высокую стоимость я был уверен что это стоимость будет выше 2000 рублей за каждое отверстие при условии что их 8 штук единственно что за удаление а тут больше ста километров от санкт-петербурга как я уже говорил ранее попросили еще плюс 3000 рублей я думаю это достаточно бюджетное решение еще раз повторюсь был уверен что это стоит гораздо дороже и у вас деревянное перекрытие прослужит недолго я предлагаю сделать по-современному то есть но с этим ребром точно нужно что-то делать нужно заполнять вот эту чашу песком заглушивать вот эти отверстия продухи заполнять песком трамбовать и делать стяжку и у вас тогда полы будут не деревянная бетонная нормальная да нет не полностью заливать а засыпать песком да то есть все еще раз когда я сюда приду я буду ходить вот по этому уровню и по бетонному полу на который можно будет все упирать вот это все хозяйство а ну давайте с вами посчитаем если пойти по этому пути как у вас сейчас вы сейчас потратите деньги для того чтобы сделать полы перекрытие ветрозащита утеплитель да а потом через пару лет вы почувствуете запах сырости плесени планировал в процессе жизни залезать как-то с фонариком смотреть если сырость потому что я сам то не знаю в интернете вижу что у всех возникают эти проблемы неправильный пирог или вентиляция бывает крыша тоже поэтому одна из причин еще почему к вам обратился что вы знаете эти ошибки сейчас и говорите да как предотвратить поэтому здесь нужно либо делать отверстия не строит деревянное перекрытие на которого все равно потратите деньги понимаете вы же так жить не будете на вот этой земле поэтому тут нужно думать если просто щебнем засыпать это еще дороже но щебнем дороже чем песком не нет сначала песком да потом вы говорите стяжку а если песком а потом щепнем песком потом чего зачем щебень щебень какую вместо чего вместо стяжки ну вы же не будете по щебню ходить нет понятно так но щебе не нужен вы можете то песком по песку ходить когда пока это не нужно делать час это вы можете делать потом когда-нибудь но с этим ребром точно уже что-то разбираться да у вас здесь вон несущая перегородка то вот это вот она у вас вот видите вот эти несущие а под ней нет ничего но да ну временно а нагрузка должна сверху вниз передаваться на что-то уходить на фундамент залить что-то вроде столбиков либо из кирпича сделать либо на что вы хотите эти кирпичики опереть но сделать соответственно площадочку на 30 бетон почему ее не сделали до строительства дома вот сейчас смотрите если этот чупик убрать у вас все это рухнет а если вы не убирать то как сделать площадочку для чу такие сложности приехал севером дома делали там гораздо проще собрать сруб ну а по самому вот этому каркасу и просто поясню вот этот брус которая вот в углах стоит и вот этот брус который вот здесь лежит его вы никак не утеплить не сможете у вас он будет промерзать сверху чего где ляжет утеплитель у вас вот вы здесь в этой плоскости полости утеплите 150 миллиметров а внутреннее перекрестное утепление хотите сделать то есть у вас здесь будет утепление 150 миллиметров бруса 50 миллиметров утеплителя также здесь а в углах получается то же самое нет утеплитель грубо будет примыкать ну да то есть у вас утеплителя будет всего 50 миллиметров в этом месте какую какую-то вот сейчас я стою на одном из внешних углов нашего дома и как же он сформирован в данный момент у этой стены имеется всего одна стойка вот эта стойка которую вы видите всего на 100 миллиметров реально на 150 миллиметров она относится к этой стене вот сюда два варианта если у вас легкий каркасный дом то можно установить доску и в качестве экономия только из-за этого доску дюймовку она устанавливается естественно длиной должно быть должна быть такой же как все остальные стойки это я для образца взял то есть мы устанавливаем доску таким образом и прибиваем ее сюда для чего это делается для того чтобы с внутренней стороны получить полочку для монтажа внутренней отделки доска в этом случае может быть 150 ну должна быть 150 миллиметров и мы получаем нормально хорошую полку здесь она у нас 100 миллиметров для образца не совсем подходит но я думаю вы меня понимаете в этом случае мы получаем нишу здесь во сколько в сто сто двенадцать миллиметров для того что положить себя сюда утеплитель но это вариант бюджетный и только в том случае если у вас легкий каркасный одноэтажный дом в том случае если у вас двухэтажный дом то сюда необходимо устанавливать можно после поднятия стен доску она также должна быть по длине равной всем остальным стойкам 150 доску то есть у вас этот угол если смотреть тепловизор будет промерзать у вас отопление какой здесь предполагается котельная трубы трубы но радиаторы у вас стена стропила стоят вот так вот и они действительно на шпильках но это вот в этом месте на шпильках все и вот они вот так и пошли вот вся основание но все на шпильках по сути 4 основания в каждом вы думаете что доска 9-ти метровые длины у вас как-то от этого убережет вас над вот этим перекрытием что предполагается вот это что за помещение чердак нет две жилые комнаты и отсюда будет идти вверх а здесь у вас ширина проема четыре с половиной метра да даже больше рота часть меньше чем вот это до 4 800 а вот расстояние между этими досками какое друзья на пролете 48 метров ребята установили лаги перекрытия межэтажного 50 на 200 в количестве одна штука с шагом более метра но теперь посмотреть как это делали мы когда-то давным-давно четыре года назад когда я сам лично совершал первые свои попытки в проектировании каркасного дома достаточно большой зал максимальная ширина которого 5 и 9 метров и минимально 5 метров и основной нашей задачей при монтаже межэтажного перекрытия было именно перекрыть этот большой пролет который не имеет никаких точек опоры кроме внешних стен этого помещения с этой задачей мы справились каким образом и для того чтобы вы понимали планировку первого этажа вот из этой доски я выложил перегородки внутренней перегородки первого этажа что вы понимали размах того помещения которое находится подо мной и который мы перекрыли балками сечением 200 миллиметров высота балки 200 миллиметров что у нас получилось вот в этой максимальной точке где ширина составляет почти 6 метров если точно 5 и 9 у нас все балки стройная включая вот этот лестничный проем то есть в том месте где у нас ширина пролета 5 и 9 метров я использовал вот такие стройные балки из доски 50 на 200 таким образом сечение каждой из этих стройных балок получилось у нас 150 на 200 при расчетах на строительном калькуляторе на таком пролете с шагом в 50 сантиметров такие стройные балки выполняют свою функцию правильно дальше где ширина пролета уменьшилась до пяти метров я использовал сдвоенные балки из двух досок 50 на 200 серёга ты можешь а у нас есть на канале видео ролик я четыре года назад был на подобном объекте в московской области где тоже не было 2 верхней обвязки вроде совсем такой маленький элемент в каркасном доме а смотрите к чему приводит если мне удастся найти фотография или видео с этого объекта я обязательно сюда вставлю если не значит нет заказчика этого дома владелец этого дома которым обозревали в московской области сказал что ближайшую зиму после моего приезда дом сложился просто под весом снега да на этом доме угол наклона кровли достаточно большой и с ней вряд ли там будет скапливаться но при больших порывах ветра ветровая нагрузка может быть сопоставима со снеговой нагрузкой поэтому угроза складывание этого дома она по-прежнему такая же высокая как того в московской области мое мнение если вы строите дом для себя для своей семьи в ней будете жить я бы на вашем месте его разобрал нельзя такой вариант сделать какой-то лебедку стянуть стены конечно можно и закрепить либо водка как верхней обязкой дополнительный какие-то дополнительно сделать вещи которые будут держать стены чтобы крыша не до него вот вот это какая-то перегородка вот это вот это это здесь будет какая-то стена вот сверху этой стены в принципе здесь есть накладку положить то может быть вам нужно гарантия вот как вот думать нужно гарантия наша компания по результату выполнена работа нами нужно как я могу дать гарантию если будем строить неправильно то что вы предлагаете это неправильно выход но я вам говорю если бы я строил за дом себе я бы его однозначно разобрал вот на вашем месте здесь для его демонтажа потребуется небольшое количество времени весь абсолютно материал можно сохранить у вас абсолютно здесь все построено таким образом что можно разобрать металлочерепица лишь ну возможно что-то как сказать пострадает я про брус ну про дерево говорю я бы разобрался с полами сделал бы их нормально разобрался бы с опорами тут можно и свои вкрутить под вот эти какие-то там столбы несущие то есть это решаемый вопрос можно но с этим ребром ничего не сделала здесь холодный шов сплошняком его заливать бесполезно да он работать не будет эта арматура никак не свяжется с ту арматуру который там ниже то есть это бесполезно и про это можно забыть под несущие перегородки здесь можно стены можно установить винтовые сваи если вы не хотите там делать обратную засыпку вот ну цивилизованным полы но однозначно нужно будет решать что-то с отверстиями бурение отверстия в железобетоне ну что демон но и получится демонтаж а не отверстий вот стянуть можно как-то там закрепить можно но у вас вот это перекрытие не подходит можно себе как-то измерить расстояние стены на 10 сантиметров но уменьшится стропила значит уже за дом будут и вот эти которые забили его можно же это развинтить шпильки и они шарнирах они сойдутся на саму стропилку сводить полностью нужно стропильную систему сводить 10 метров соответственно металлочерепица которая лежит у вас на тоже будет возможно все саморезы которыми она закреплена к к обрешетке они начнут рвать металлочерепицу так как угол будет меняться угол наклона кровли вас поменяется я не понимаю почему ну когда мы делали крышу стена была ровная потому что может уровнем проходили и мы все закрепили на шпили почему все таки вот случилось такое я не вижу чтобы допустим доску где-то провалами шпили модули даже не бумагой не десь доска имеет растяжение я проверил у вас углы стоят уровень дина со маневры ну да потому что просто не целиковый это раз а во вторых нету по сути крепкого перекрытия то есть вот там вы посмотрите пропил раньше это была целиковая доска ну это да по я ему простоял каркас не обшитый usb и не было крыши и он получается даже крыши не было они мне пленки ничего не было чуть-чуть у было-то был пробыл стены с дусак на стропилы под опоры и видимо за зиму он тоже это либо разошелся либо шелся я сейчас уже это могу сказать вот и потом когда мы пришли весной строить поняли что нам не разъединить пришлось распилить бензопилой что даже предположить не могу что могло быть что потребовало такую запил произвести а и вот настолько вот это расстояние то есть закрыта был тонкий а вот настолько у нас выровнялись а тут же трещина я вижу вот сначала она поможет подсветить она потом лопнула то есть вы просто пропил сделали бензопилой а он так расширился да и он так расширился доска она сначала не расширился пропил прошел мы смотрим ничего не произошло ходим ходим потом это выстрел вот у нас этого лопнуло и ушла на место на тут освещение плохое а здесь же тоже есть какой-то а вот это как-то к этому было прибито вот это к этому как-то вот это дано и сквозь гвоздями по поводу этого типа вообще по-моему пилита а уже к шипу пилита отсюда уже китарший странная конструкция а вот это просто в старом это водится вот это у вас в принципе доска вся хорошая даже при условии того что вы она перезимовала без крыши вас обалденный лес да да вот прям классно . ну вот это расстройство то есть доску вам все равно придется докупать налаги перекрытия у вас тут много доски уйдет на перекрытие вот это тоже много уйдет просто начнем стягивать пойдет металлочерепица с какими-то волнами вы скажете вот а вы там обещали не обещали 10 натянуть посмотреть какой пузырь образоваться я вам проще скажу смотрите мы когда ставим уровень от длина у него метр двадцать отклонение у вас два сантиметра на это уже больше герой посмотри 3 на 3 10 10 с и стороны 10 с той стороны 20 сантиметров у вас в ширина дома вот в этом месте на 20 сантиметров шире чем в основание вот так шпильки работают с этими доской на девяти метрах это нереально то есть ваш ветровой ригель вот то тот что у вас есть вот здесь на стропилах вот маленькие если они по идее должны быть в ниже то есть у вас высота этажа на втором этаже какая 240 вот такой маленький треугольничек он вам не помогает в этой ситуации треугольник должен быть больше я сейчас это говорю без каких-либо расчетов и оснований но и это точно понимаю исходя из своего опыта а проектировщик бы точно сказал что на такой маленькой высоте ветровой ригель ставить нельзя соответственно его надо ставить ниже чтобы основание у треугольника было больше тогда бы они бы держали стропильную систему и это бы не разъезжалось а сейчас она разъезжается то есть разобрав дом собрав его заново вы бы получили что нормально второй этаж полноценная а у вас проекта не было было на бумажке вы посчитали получается что у вас 240 а если ветровые ригели поставить на нормально на свое место у вас получится высота второго этажа два метра это устроит вас два метра да это без учета отделки пола без учета отделки потолка водить поэтому и предлагается все-таки разобрать и построить себе нормальный человеческий дом это ну зрители он напишет потом вот эти кучи этих перемычек для чего они нужны вот эти вот перемычки соты чтобы утеплитель не падал как соты чтобы утеплитель стоял не падал на друг друга но не ломался как у вас расстояние почти но смотрите точно есть посмотреть пятьдесят девять с половиной да то есть я когда вижу вот эти перемычки точно понимаешь что строитель планировал использовать утеплитель не должного качества не должной плотности который выпадает если каменного то бывает разное бывает 15 килограмм на куб 20 30 40 50 бывает 80 120 вот если взять 50 килограмм он не будет выпадать есть расстояние между стойками будет правильно а у вас уже все подготовлено к тому что он будет выпадать и вам в голову уже это вставили не будет он садится при должной плотности он не будет садиться при правильном укладке утеплителя и при правильном расстоянии между стойками это очень важный момент у вас он здесь уже на сантиметр примерно больше чем нужен а с этим что мы вам делать это нам точно нужно вот это все разбирать тут доску убрать это опять там все про еще больше прогнется нам это нам все убирать крутитесь свои этого чтобы нормально упереть и под всей этой стеной нужно крутить свои значит соответственно вот это все нужно разбирать свои так не закрутить пока эта стена стоит значит это еще больше все прогнется понимаете все все завязано друг за другом быть с коньком свои не свои не закрутить не разбирая либо это нужно будет крутить свое вот здесь да и и там и ставить между ними двутавровой балки поддомкрачивая эту стену но это в комплексе дороже почте чем разобрать эту стену если бы она была там как-то капитально построена можно было бы предположить она пролете в 9 метров на перекрытие не может сама себя держать из простой доски это же не ферма можно было бы разобрать крыши на вашу вот эту конструкцию можно вообще сделать по-другому можно разобрать кровлю ее в любом случае нужно разбирайтесь по-человечески разобрать стопильную систему стянуть вот эти две стены выровнять эту погрешность сделать фермы из ферм положить ну положить фермы они 9 метров пролет перекроют и вам не нужно здесь никаких оснований нет фермы это ферма ферма бывает металлические вы деревянная ферма на металлозубчатых пластинах можно было бы пользоваться этим помещением вообще не менее одной несущей перегородки это возможно еще друзья что дает ферма смотрите у меня сейчас длинной рулетки нет всего максимально пять раз два три четыре пять шесть семь семь с половиной восемь метров ширина помещения ни одного столба нету вот что можно сделать с помощью ферм на мзп так в этом направлении будет еще больше извиняюсь что шагами раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять друзья друзья 10 метров 10 на 7 7 из квадратных метров ни одной перегородки да и и потом уже построить нормальную стропильную систему опять-таки из ферм если у вас второй этаж я так понимаю к крыше же не подойдете у вас будут совсем две маленькие комнатки это опять-таки можно было сделать из ферм просто их поставить и все ну то есть это вопрос проектировать без проекта здесь все очень сложно без проекта это будет в очередной самострои то как я я здесь жить не буду понимаете до приезжать в гости и вот сейчас полтора часа потратил только санкт-петербург сюда добраться вот достаточно далеко это сюда приедет бригада три человека прораб который будет там день через день к вам приезжать и вот как они придумают по ходу движения так они и построят то есть нет инструкции нет проекта как это делать а вы будете приезжать как заказчик который заплатил деньги и говорить а я думал что это будет по-другому давайте переделаем нет когда человека дает деньги он все свои мысли которые у него возникли ночью когда он не спал за то что не такая беда передает на строителей и говорит я думал что будет по-другому понимаете это тогда когда нет проекта а строитель говорит что я сто лет так строил все дома стоят и ничего не развалилось и в результате получается вот такое явление как вот сейчас мы находимся а если есть проект то и заказчик не может сказать что я был думал по-другому по что есть на бумаге все и строитель не может сказать что я строил так всегда есть четкие договоренности друг перед другом пока вот такая история ну вот это опирание столбиков на грунт через доску это даже временно никак не может быть потому что это садится под собственным весом и нагрузка возрастает садится сейчас снег выпадет ляжет на вашу крышу благо еще угол наклона кровли ну большой может быть он там не задержится но на какое-то время будет задерживаться и будет еще больше давить хоть в каком-то слое он ляжет будет давить плюс это уэсби вы знаете что если вы обилие уэсби и наружные стены вы в любом случае попадаете на принудительную вентиляцию в доме уэсби пара непроницаемый материал тогда для чего нужно уэсби вообще вы потом это уэсби примените там в три слоя и поселите на полы влаговетрозащитные мембраны пленка по-другому да скажем делается вензазор и внешняя отделка сайдинг ну а зачем уэсби то нужно или используйте это вот для жесткости каркаса нужно использовать укосины и вот это жалкое подобие вот это что это они поставили это не укосина это жалкое подобие то есть но она не дает ничего вот эта маленькая штучка она ничего не дает укосина здесь должна стоять вот такая смотрите вот из этого угла вот в эту стойку упираться из этого угла вот в эту стойку упираться и здесь точно так же понимаете вот такие должны быть укосина они вот это обрезки которые туда вставили между двумя брусьями а это уэсби вам нужно использовать потом уже после вентиляции зазора как основание для сайдинга и это будет нормально это будет правильно а так это неправильно здесь вам нужно 1150 задать за вентиляционную установку для того чтобы вентилировать все помещения в этом доме так как вы будете дышать готовить мыться правильно пар будет выходить куда он будет деваться зимой здесь тепло на улице холодно воздух будет двигаться наружу там где холодно что будет просто дырка в стене понимаете то есть вы набив уэсби снаружи поставили себя четкую задачу установить в доме принудительную вентиляцию опiga perdug omg от вы есть выбuet отверстия если не будет отверстия ну здесь будет отверстия здесь не будет отверстия здесь пар будет упираться сюда и создавать здесь вам сырость или вы как дырки хотите насверлить вот так вот сделать решето какой смысл то зачем это у сбе нужно было ставить вопрос назад да да правильно для жесткости каркаса можно использовать уэсби но как видим каркас все равно разъехался согласно вот то есть жесткость он не придало то что запер заперт теперь теплый влажный воздух в вашем помещении когда вы здесь будете топить это сто процентов потому что весь влажную вся влага в воздухе ее нужно будет куда-то девать если она не будет уходить в вентиляция то она будет уходить в ваши стены и там все будет гнить преть открываться плесенью гипроком плотно замазать швы и получается воздуху некуда сначала он будет сматировать пару изоляции пленку плотную пленку до стопроцентная пароизоляция не бывает все равно воздух влажный воздух найдет щель все равно найдет дырочку но еще хотел это уточнить ведь всегда же открываем окна каждый день ну тогда сколько у вас деревьев вокруг не хватит чтобы топить этот дом если вы будете окна открывать то есть топить улицу все взаимосвязано вы сейчас не хотите тратить деньги на стат качественно строительство дома технологично но в дальнейшем хотите всю жизнь топить в два-три раза больше в этом доме это не изба русская которые ставили огромную печь и топили дровами и каждый день семья занималась тем что таскает эти дрова из леса сейчас совсем другие времена вентиляция с рекуперация она подогревает выходящий воздух входящий воздух за счет тепла выходящий воздух понимаете то есть ну вот во всех домах которые в цивилизованных странах обитой сби стоит такая вентиляционная установка она займет вам половину вашего чердака по объему и будет гудеть тарахтеть здесь гоняя воздух туда-обратно для того чтобы не испортить вам стены которые оббиты уэсби свои силы вы использовали нерационального действительно правильно сказали что в принципе это дома уже был построить из доски а каркасный дом строится только из доски без использования бруса в теплом контуре брус можно использовать в качестве там столбов день на веранде или там обвески винтовых свай здесь этот брус здесь лишнее здесь достаточно было бы доски для чего здесь брус нужен какую функцию несет почему в три в один до закрепить ее на анкера прогнила а брус не прогниет чем отличается брус от доски здесь у вас труберой этот гидроизоляция вижу какая-то лежит да ну все откуда ты тогда как она погниет почему еще не было проекта потому что такое представление что строитель уже в голове рисует картину как она будет и по сути размашки нужно российских это строгие алгоритмы как оно должно быть никакой вот этой халтуре от себя чины и проект мне казалось это лишняя какая-то трата денег хотя по сути это все просто перпендикулярно складывать доски брус ну видеть как просто сейчас вы у вас изменилось мнение или вы по-прежнему так думать что это пустая трата денег у вас осталось такое мнение или вы сейчас его изменили что трата денег на проект это пустая трата денег не было бы большой часть если все делали по проект к сожалению большинство таких как вы считают что это пустая трата денег поэтому нужен проект у нас последних проектах есть и пироги у вас возникнет вопрос по обсуждению пирога вот здесь у вас возникнет вот здесь если у вас будет все-таки по лагом перекрытие что снизу это решается проектом построен сарай вам то нужен будет пирог вот в этой части где будет утепленная кровля правильно вам нужно будет пирог вот здесь он совсем другой так а там зачем ведь лучше просто потолок сверху и все и улица ну а утеплителя здесь не будет сначала положить нужно качественно вот по высоте это регляв дальше можно накидывать да согласен но этот как его кстати что за пленка вот это андун из dutis так а у вас вообще по окнам то что здесь всего два окна это будет большая комната 4 до 8 мне здесь хотелось бы одно большого так как тут брус получается я должен два окна здесь 1 здесь ведь одно окно большое не смогу если вы будете разбирать и строить по проекту все будет нормально а если ну естественно брус пилить никак нельзя то есть нужно будет здесь эту стойку и эту стойку убирать раздвигать их в сторону формировать здесь оконный проем это возможно здесь да ну она же здесь у вас уже сформировано вот точно также нужно будет сделать здесь то есть те усилия которые вы прикладывали к установке вот этих стойка они уже были выполнены зря нам буду здесь отпиливать раздвигать формировать проем можно спросили сколько окон будет до комнате хотел бы на большой либо два маленьких на кухне то здесь то же самое нужно выделать ну как здесь ну то есть в любом случае шире чем две эти стойки то есть стойки нам будет раздвигать ну межэтажное перекрытие она такое не годится на 4 и 8 метров до здесь нужно строенная 3 доски 50 на 200 не с шагом по 600 а у вас здесь метр ну метр до этих вот я хотел спросить что какой будет ширина вот это лак между лагами ну очень большая да и одинарная доска и должно вы здесь 33 доски сколочены друг с другом угодно гвозь и тут 3 тогда получается расстояние быть нормально да нет как понять нормально расстояние между ними должно быть но это опять таки это 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 должен чит нет должен считать проектировщик я вам сейчас тут на вскидку не скажу при длине 48 я точно помню что нужно уже три доски ставить а вот с каким шагом ну там нужно посмотреть программе ну перья что с лестницей у вас где у вас будет лестница какая она будет на что она будет опираться металла а где она будет какой личный проем вы под нее готовить и ну как у личного проема просто лестница вверх ничего сложного какой ширины смысле так вот залезать просто как а где она у вас будет давайте пройдемте посмотрим вот границы будет так сейчас ориентируюсь где-то здесь будет вход в комнату а перед входом в комнату будет лестница ну понимаете насколько крутая она будет вас я видел у людей такая же но крутая согласен да если это ребенок как бы делать такую чтобы то есть такую тут не развернуть то есть вы вы понимаете что когда если вы пойдете по пути разбора туда за к проектировщику задано исходные данные 9 на 9 он сможет вам тут спроектировать более удобное для жилья помещение чем вы себе сейчас пока придумали у кого-то что-то видео понимаете и вы сможете до строительства до вложения денег в это сможете погулять по этому дому реально взять а почему мысленно взять программу установите на компьютер на телефон или планшет и походить по этому дому реально ну в 3d да и вы посмотреть как как это будет получаться и проектировщик будет под вас подстраиваться ну в данный момент у нас еще пока по моему 30 этих первых последний ролик нас смотрели про проектирование нет я не ролик смотрел строить мы выгодно раздаем подарки шины жена шуба нет у нас потом после этого был видеоролик про новый уровень нашего проектирования вот у нас сейчас новая цена 400 рублей за квадратный метр старается на 350 первым 30 человеком который к нам обратиться мы пока по 350 ну давайте умножим уже можете прикинуть квадратный метр этого дома ну если 9 на 9 9 9 умножить на 9 умножить на 2 162 квадратных метра может на 350 56 тысяч проектирования вы имеете полную инструкцию по которой вы сами другой подрядчик мы любой человек соберет этот дом без каких-либо вопросов но в завершении друзья я как обещал расскажу о том что мы предложили этому заказчика о чем с ним договорились предложил я следующее может быть вы скажете что я не прав но я в итоге пока смотрел на этот дом я думал что может все-таки как-то его переделать что-то как-то что-то стянуть ну рассуждал вслух на камеру в том числе и вы это видели вот но я все-таки решил что я рисковать точно не буду но молодой парень у нее наверняка молодая семья это очень страшно очень опасно при том что ввязывание в такую историю напишите вот кто уже побывал в подобном это всегда зона конфликта заказчиком сто процентов вот такие вот аферы авантюры ну не афера авантюры они точно привлекут конфликту заказчика зачем мне это нужно вот ради бога поэтому я предложил нашими силами аккуратно произвести демонтаж с максимальным сохранением всех материалов включая металлочерепицу на кровле если без витриную погоду разбирать эту черепицу то с определенными приспособлениями ее можно снять не повредив вот причем с нашей ответственности далее произвести проектирование этого дома установить свайно-винтовой фундамент под те несущие стены которые будут необходимо далее возвести новый силовой каркас с учетом кровли и за все это вместе с проектированием с демонтажными спереди дорожная работа спасибо я попросил 450 тысяч рублей заказчика расчеты я производил сам как показывает моя многолетняя практика когда я сам считаю в лучшем случае я выйду в ноль в худшем случае конечно в минус считать коммерческие объекты я вот честно не умею поэтому я всегда ухожу от вопроса сколько же это стоит так вот и от души хотел помочь этому парню выйти из ситуации получить более менее качественный дом не более менее а качественный дом хотя бы на уровне силового каркаса и кровли но человек посчитал все-таки нужным отказаться несмотря на то что у него эти деньги точно есть и он в приватной беседе не мне там моему заместителю об этом говорил как будет дальше развиваться этой ситуации я не знаю после отказа естественно я больше точно за этот объект не возьмусь и цель моего видеоролика не рассказать о том какой вот я там крутой и как мы круто строим а цель заключается в следующем если после этого видеоролика хотя бы один из вас кто смотрит этот ролик поймет что затраты на проектирование при этом проектирование сесть должно быть качественно это не пустая трата денег а жизненная необходимость я буду считать что этот ролик достиг своей цели на этом друзья я прощаюсь с вами еще раз прошу подписаться на канал напишите в комментариях все что вы об этом думаете и подписывайтесь на все наши социальные сети мы много где присутствуем это инстаграм это вконтакте да все все всем удачи пока